МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите специальный выпуск программы новости премиусия. Минувший четверг Куйбышевский район содрогнулся от боев на границе. Украинский погранпункт бомбила авиация. Жители российских хуторов, ставшие очевидцами произошедшего, несколько часов находились в страхе и напряжении. Это случилось минувший четверг около пяти часов вечера. Очевидцами произошедшего стали почти все жители Куйбышевского района, в частности, те, кто живет рядом с российско-украинской границей. Это люди из хуторов Репеховатого и Премиусского, расположенных в двух километрах от границы. Они наблюдали за тем, как происходил авианалет. «Стрелять начали, выстрелы, тут же таможня на город. А потом с украинской стороны прилетел самолет. Два раза сначала это самое, ну, видно, прицеливался. А потом два боевых захода сделал и на Украину опять влетел. Ну, где-то в течение полчаса. Около шести, может быть, с десяти шесть вот так вот начали. Начали стрелять, а потом самолет прилетел, отбомбился. Они вот тут вот покружены, туда полетят, а потом возвращаются, прям там, начинают стрелять. Бух-бух-бух-бух. А как вы отреагировали? А что стоим, а как отреагировали? Стояли, смотрели все на улицу. Детям домой забежали. Детей подогоняли. Небеска моя валерьянку пила, боялась. Они же мне беженцы с Украины. А вот она теперь переживает, там мать осталась. А кто у вас беженцы? Внук мой с внучкой. А сколько лет он? По двадцать девять. Давно приехали к вам? Третьего они приехали, успели, слава богу. А так бы не приехали, вот и попали там. Страшно было. На улицу вышло, вроде бы туч нет, а стреляют рядышком. Ощущение рядом прям. Ну как бы за полем, вот тут на поле. Ну рядом. Я поняла, что в районе таможни. Ну так где-то там и стреляли. Самолет летал. Ну что, все люди повыходили, и мы же вышли. Посмотрели. Страшно молились-то. Прятались-то. Страшно. Он раз в четыре пролетел по своей территории, а то я зашел, начало ракетами бить по своїм в Украину. Тут вой был. Зривы были, автоматные очереди, боеприпасы взорвали. Сильная, сильная, в общем, перестрелка была. Викторские таможники ушли на нашу территорию, вроде, ребята. А тут еще вот это, как пресса, ребятка, что, значит, по-моему, три часа дня передавала, что украинская таможня стоит три километра, значит, на свою территорию. Это уронило. Она стоит на самой границе с Россией. Уплотно стоит. Еще одна бабушка, зовут ее Нина Карповна, рассказала нам о том, что после боев на украинской границе в доме ее невестки пришло двое парней из таможни. Это были раненые сотрудники украинской таможни. Мои невестки пришли из украинской таможни. Двое парней таких, что они еле дошли. Она вызвала скорую помощь, и их забрали отсюда. А потом возили отсюда вот эти вот погранзаставы. Там это приводило откуда-то людей, казалось, 72 человека. И их вот сюда приводило, в туточку они ночевали, вот там эти люди. Информация Нины Карповны подтвердилась в ходе беседы с главой Кубышевского района Александром Криворотовым. Александр Самуилович сообщил, что в числе раненых действительно были люди с украинского погранпоста «Мариновка». Только это были не таможенники, а пограничники. И было их двое. Остальные раненые – народные ополченцы. Сейчас они находятся на лечении в больницах Таганрога. Глава района рассказал нам, как все случилось. Вот там мы приехали, посмотрели, смотрим взрывы, смотрим хлопки. Потом смотрим авиация начинает стрельба с авиацией. Потом загорелся белый дым, потом появился черный дым. Ну, мы же смотрим, наблюдаем за этим. Начал я выяснять быстренько с милицией, с пограничниками. Там воюют. Кто, что воюет, как воюют, мы даже не предполагали. Поэтому, да, там действительно была война. Но там война была между ополченцами народными и, естественно, правым сектором или властью нынешней, которая является в Киеве. Вот насколько мы знаем, насколько мы знаем от очевидцев, 64 человека к нам перешло людей. Это все, значит, народное ополчение с Донецка. Они хотели пост этот занять с той стороны Марино для того, чтобы создать свободный проход через таможный пропускной пост и от России получать помощь. Потому что те люди, которые были, с учетом того, что западники там были поставлены, они не пропускали материальную помощь. Вот здесь, на территории границ Донецкой области с нашей стороны. А в Луганске там есть такие посты. И вот они хотели сделать и здесь коридор. Потому что у них ни инсулина нет, ни продуктов нет. С той границы им закрыли. И с этой границы им закрыли. Не выпускают, потому что у них нет желания. А с этой границы у нас есть желание им помочь, но у них нет желания пропускать для того, чтобы закрыть замкнутый коридор и заставить их встать на колени. Ну и эти ополченцы таким образом завязали бой с этим. И Украина с Украиной начала воевать. И вот там произошло такое, что ребята должны были без войны и без боя занять место, а те остальные уйти. Но так получилось, что этого не произошло. И кто-то узнал. И те, которые были на таможенном посту, начали стрелять, уже ожидая этих ополченцев. И в результате этого произошел бой. У мы, у своих ребят на нашей территории в больнице пролечили 14-13 человек. 13 человек. Из них 6, которые работали у нас в нашей больнице. Вот оказание медицинской помощи в нашем ЦРБ. Всего мы приняли 13,1 труп. Значит, три очень тяжелых. Один оперировали у нас из взятия пули из брюшной полости. Ну, а остальные, значит, челюсть там отправили. Очень тяжелый. Транс двумя травм на город Тандру. Ну, такие вот дела. В погранслужбе Украины нападавших на пограничный пункт называют террористами. Пресс-служба этого ведомства распространяет в СМИ информацию о том, что террористы из Донецка атаковали пограничный пункт пропуска со стороны России. Здесь говорится о том, что в 15.15 пограничники отследили накопление БТРа, четырех КАМАЗов, оснащенных пулеметами «Утес» и трех микроавтобусов с террористами. За километр от пункта пропуска колонна развернулась в боевой порядок. На подмогу к пограничникам в Мариновку прибыла авиация. Бой начался в 16.05. Авиация Вооруженных сил Украины дважды нанесен огневой удар по позициям нападавших. В результате был подбит один КАМАЗ и уничтожен крупнокалиберный пулемет противников. При службе украинского погрануправления сообщают, что с тыла в помощь наемникам из России подтянулись более сотни террористов. Однако, не осилив противостояние, террористы вынуждены были бежать. Как видно, украинские власти с помощью средств массовой информации продолжают вводить в заблуждение свой народ, настраивая их против россиян. Инна Костромина, Руслан Трофимов, специально для телеканала «Южный регион Дон». Руслан Трофимов, специально для телеканала «Южный регион Дон».